Здравствуйте! В эфире новости первого Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. В Казахстане завершилась широкомасштабная акция «Отправь частичку доброты». Об ее итогах в репортаже Марка Бюшко. Миллионного посетителя Казахтелеком уже отметил. Сегодня отмечается 15-ти тысячный абонент, который подключился к новому виду услуг ID. Нет. Об этом вы узнаете из сюжета Сергея Косокосова. Женщины шахтерской столицы могут и по дереву работать, и грачей воспитывать. Это Людмила Косова. О том, как правильно нужно вырезать по дереву, смотрите в репортаже Амин Смаковой. Карагандинка научила разговаривать птицу. Почетный древодел города Людмила Косова не только искусственный мастер по дереву, но и хороший дрессировщик. Уже на протяжении 17 лет в ее доме живет говорящий грач – Карлуша. О необычайной жительнице города ее питомце расскажет Амина Смакова. Карлуша. Людмила Косова – коренная жительница Караганды. Женщина на протяжении многих лет верна тесаку, дереву и своему любимому домашнему питомцу-грачу по имени Карлуша. Любовь к совсем не женскому столярному делу она почувствовала, еще будучи школьницей, когда впервые на уроках труда ощутила запах свежего дерева. В школе мальчики ходили на столярное дело, а девочки занимались домоводством, но мне больше хотелось заглянуть в столярку. Там хорошо пахло деревом. И, в общем-то, я любила этот запах и любила вообще материал. Людмила своими ловкими руками может изготавливать не только красивую деревянную и, что немаловажно, единственную в своем экземпляре – посуду и мебель, но и кольчуги. Причем плетет кольчугу женщина своими руками. Как и любой мастер, Людмила Косова твердо уверена, что материал, с которым приходится работать, тоже чувствует, а иногда даже подсказывает, что и как нужно делать. Во время обработки чувствуешь все его жилки, все его характеристики. Это все надо учитывать. Из одного дерева можно сделать что-то одно, из другого дерева что-то другое лучше получается. Не каждый мужчина может работать с таким материалом, как дерево. Людмила делает это лучше любого заправского столяра. Слышали? Как она червяками. А вот грача-карлушу Людмила приютила еще 17 лет назад. Маленький птенчик тогда прилетел прямо к ее дому. Женщина рассказывает, грачи живут около 150 лет. Потому хозяйка необычного питомца твердо решила прожить столько же. Я тоже должна прожить 150 лет. Работа Людмилы пользуется популярностью не только в шахтерской столице, но и в других городах мира. В мае в Берлине ее творения заняли призовые места на выставке изделий ручной работы. А накануне женщина вернулась из Туркменистана. В соседней стране, изготовленную руками Людмилы вазу, рассматривали как возможный подарок самому президенту Туркменистана. Кроме того, ее, как карагандинского почетного древодела, зачислили в Союз художников Российской Федерации. Амина Смакова, Ужас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Баянаул. Райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро. Чудесный отдых. А радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15, 42-42-21. Подошла к концу благотворительная акция «Отправь частичку доброты», стартовавшая в июне этого года. Ее целью было желание донести теплоту и сопереживание человеческих сердец детям, которые проходят лечение в онкологических клиниках страны, отправив им посылки с подарками. Многие сразу же откликнулись на призыв помочь детям, но больше всего посылок отправили жители города Шахтинск. Найдутся люди, которые захотят помогать всегда детям. Акция длилась в течение месяца. Одним из первых на призыв Казпочты и благотворительного фонда Юнити КИЗ «Помочь детям» откликнулись работники узла телекоммуникации города Шахтинск. Хочется, конечно, выразить большую благодарность работникам Казпочты за предоставление данной акции. Все-таки частичка добра, частичка какого-то доброго отношения к детям. Мы выразили своим участком. Всего по области за месяц было отправлено 20 посылок. Все затраты на пересылку почтовых отправлений сделала на себя Казпочта. Гули Мадилова, техник по работе с абонентами, также не смогла остаться равнодушной и вместе со своими коллегами купила подарок, развивающий конструктор. Собрали средства, буквально 5 минут сходили в магазин, купили разные пазлы, игры детские, настольные для девочек, для мальчиков разные-разные. Принесли сюда, я как отчитала, что все принесла, сделала и пришли на почту, отправили. Все действительно было очень приятно, так как здесь тоже с улыбкой, все как вот от души. Ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком. В Казахстане насчитывается более 700 маленьких пациентов. Лидируют по заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований Павлодарская, Северно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Специалист по почтовым услугам Людмила Чабанюк считает, что для раскрутки такой важной для нашего общества акции необходимо выделить больше времени. В течение месяца были оповещены все предприятия почтовых связей области. Однако у многих граждан просто не было возможности приобрести подарок в столь сжатые сроки. Может быть еще наработаем этот опыт, потому что маловато месяца именно на доведение информации до населения и для того, чтобы была осуществлена отправка. Месяца маловато, да. Это действительно так. Сотни казахстанцев поддержали акцию, отправив маленьким пациентам не просто подарок, но и надежду на выздоровление. Подобные мероприятия сплочают людей. И как бы вы уже не хотели, но отказаться от принятия участия в них просто не получится, потому что такое заболевание, как онкология, можно застигнуть любого. Марк Брюшко, Бауржан Налипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде впервые появилась спортивная площадка, которую спроектировали школьники. Тренажерный зал под открытым небом появился на территории средней школы номер 58. Этот проект был создан девятиклассницами этого учебного заведения Алиной Карамышевой и Жебек Иманбековой, и преподавателем физкультуры Татьяной Бутузовой. Платить в жизнь задумки учащихся помогли депутаты областного Маслихата, отдел образования города, общественники и партия Нур-Утан. Подобный комплекс тренажеров существует в Караганде только на территории стадиона «Шахтер», где общий доступ к площадке закрыт. Уличные тренажеры 58-й школы доступны всем жителям микрорайона в любое время суток. Площадка находится в центре школьного двора. Спортивным оборудованием может пользоваться и млад, и стар. Они рассчитаны на все основные группы мышц человека. Многие тренажеры даже способствуют восстановлению травмированных частей тела. 15-тысячный абонент нового вида услуга «Зактелекома» в Караганде был отмечен памятным подарком. Айди-нет – это интернет оптической линии. Он намного удобнее и скоростнее, чем привычный мегалайн. Рассказывает Сергей Высокосов. Павел Китко не верил до последнего момента, что он стал абонентом Айди-нет с подарком от «Казахтелекома» в придачу. О том, что возможности интернета безграничны, знает, наверное, каждый. А вот то, что «Казахтелеком» является лидером в работе с клиентами, наверняка знают не все. И сегодняшняя акция как раз и доказывает, что «Казахтелеком» как провайдер в первую очередь во главу угла ставит заботу о клиенте, о качестве предоставляемой услуги. Для Павла невероятные приятности начались с момента подключения к Айди-нет. Модем оказался бесплатным, а тут еще и неожиданный подарок. Новую услугу «Казахтелеком» начал внедрять три года назад в Алматы. Сегодня многие карагандинцы уже могут пользоваться Айди-нетом. Сотни домов подключены к оптическим линиям. Подключение бесплатное. Я даже был приятно удивлен, потому что, когда мне звонили и сказали, что на днях придут переключать, обещали скорость 20 мегабит. Но потом, когда подключили, я проверил, что оказалась скорость 40 мегабит. Оказывается, в два раза выше обещанной. Тарифный план нового вида услуг достаточно гибкий. Например, Айди-нет «Суперхит» предлагает безлимитные звонки по Казахстану. В плане турбо с 1 июля подняты скорости на внешние ресурсы до 40 мегабит. У Айди-нет «Хит» скорости до 30 мегабит. Каждый желающий найдет для себя в Айди-нете ту изюминку, которую долго искал, работая с Мегалайном. Высококлассная услуга. Скорости могут подняться до 100 мегабит. Я думаю, что сюрпризы и приятные новости от «Казахтелеком» всегда будут удивлять. И все ваши пожелания тоже мы учтем. Только вперед. Будем ждать от «Казахтелеком» очередных приятных новинок. Сергей Высокозов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. 22-й день рождения отмечает налоговая служба Казахстана. В свой профессиональный праздник благодарственные письма и почетные грамоты получили лучшие налоговики Карагандинской области. К празднику областная налоговая служба подошла с хорошим показателем. За первое полугодие 2013 года в местный бюджет поступило почти 50 миллиардов тенге. В том числе налоговых поступлений более 47,5 миллиардов. В торжественной обстановке коллег поздравило руководство налогового департамента по Карагандинской области. Грамотами были отмечены работники, которые тем или иным способом положительно отметились на службе и не раз удостаивались похвал. Ветеранам вручили ценные подарки. Трем налоговикам было присвоено звание «Отличник налоговой службы». Среди обладателей такой медали – Сауле Баграмова. В этом маленьком знаке вся моя жизнь и весь труд моего коллектива. И могу с уверенностью сказать, что этот знак я могу с гордостью носить не только на своей груди, но и вместе со своим коллективом. Команда юных инспекторов дорожного движения Карагандинской области вернулась с республиканских соревнований с весомой победой. Из 16 команд карагандинцы заняли второе место. Сюжет Сергея Высокосова. 13-е республиканские соревнования юных инспекторов дорожного движения проходили в президентском детском центре «Балбаурен». Впечатлений ребята привезли множество. Хватит на целый год. Главное, готовились не зря. Заняли достойное место. Значки на груди юидовцев как медали отмечают участие в разных соревнованиях. Борьба была очень сложной. Мы очень рады, что мы заняли первое место. Чувствуете, какой боевой настрой был у ребят? Даже после окончания соревнований мечтают только о первом месте. Знают, что они лучшие. Мы заняли второе общекомандное место. Первое место у нас было у регулировщика. Первое место у нас было по знатокам ПДД. Борьба была очень сложной. На следующее мы приобрели очень много новых друзей. Лиза поскромничала. Она удивила членов жюри так, что взрослые дяди и тети усомнились в правдивости ответов на вопросы по знаниям правил дорожного движения. На подготовку ответов на 8 вопросов давался час. Лиза отщелкала их за 53 секунды. Причем большая часть времени ушла на сомнения по поводу столь быстрых решений. Когда я отвечала, я была и уверена, и не уверена. Потому что я очень долго готовилась, но все же я боялась подвести команду. Именно по инициативе дорожно-полицейских Караганды была возрождена детская игра юного инспектора дорожного движения. Сегодня она заняла достойное место в общереспубликанском воспитании детей и обеспечивает детскую безопасность на дорогах. Нам пришлось пройти 8 конкурсов. И надо сказать, что Карагандинская область была представлена очень достойно. Мы заняли общее командное второе место. И у нас 6 призовых мест в различных номинациях. Сергей Высокозов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Региональным командованием Орта-Лык ежегодно проводятся смотры конкурса «Уздокмаман». Их главная цель – обучить военнослужащих государственному языку, помочь им понять всю красоту и неподражаемость казахской речи, помочь переходу на ведение делопроизводства на государственном языке. Второй этап смотра конкурса среди военнослужащих «Мемлик-Тик-Тиль-Минин-Тилим» и «Уздокмаман» привлекли все подразделения. Подобные мероприятия проводятся с целью дальнейшего совершенствования функционирования государственного языка в соединении и во внутренних войсках МВД Республики Казахстан. Военнослужащие частей регионального командования, являясь продолжателями славных традиций воинов внутренних войск старшего поколения, вносят свой вклад в поддержание стабильности в обществе, защиты конституционных прав, чести и достоинства граждан. Военнослужащие активно реализуют закон Республики о языках. У нас есть продолжающая группа, начинающая группа, проводят занятия. Начинающая группа ходит в славянской национальности, продолжающая группа – это коренные, коренное население, национальности, чтобы более глубже у них занятия, как бы уже на профессиональном уровне. Если бы в совершенстве овладеть каждым языком, я думаю, это было превосходно. Большим подспорьем в работе по внедрению государственного языка являются знания и опыт старших помощников, начальников отделения воспитательной работы и тесная связь с национальными культурными центрами региона. Внутренние войска стараются идти в ногу со временем. Впереди новые цели и задачи. Сергей Визакозов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Развитие Астаны дало импульс развития всех городов Казахстана. Столица стала одновременной и фабрикой, и хранителицей нового Казахстана, говорит в своей статье глава государства Нурсултан Назарбаев. Своим мнением относительно этого выступления сегодня поделилась директор юношеской библиотеки имени Жейка Бектурова Гаухар Бекбалакова. Гаухар Бекбалакова с удовольствием прочитала статью Нурсултана Абишевича Назарбаева. Материал получился всеобъемлющий, наглядно показывающий развитие нашей столицы. За последние десятилетия в Астане появилось много интересных объектов, например, всем известный Батирек или Ханшатыр, не говоря уже о недавно открытом зале Астана-Опера. По словам Гаухар Бекбалаковой, столицу можно с гордостью показывать гостям из других государств. Когда мы говорим про Астану, особенно когда бываем где-то за пределами Казахстана, принимаем участие на конференциях или на каких-то семинарах, всегда с гордостью говорим про Астану. Практически все сферы деятельности получают новый импульс, новый толчок для своего развития, причем на новом, совершенно новом, современном уровне. Если говорить о моем деле, библиотечном деле, то, конечно, большая разница того, что было в советское время, конечно, это были традиционные библиотеки. Мы тогда только начинали говорить в 70-е годы о новых информационных технологиях, только-только начало было. Далее выпуск продолжит «Новости спорта». С ними вас ознакомит Берик Копаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Лига дворового футбола подводит итоги. Об этом и другом через пару секунд. Летом всем нам хочется измениться и раскрасить жизнь новыми красками, обогатить ее новыми впечатлениями. Поэтому мы приглашаем вас в Турцию. Все прекрасное в мире не имеет конца, а солнца и радости хватит на всех. Отдых вместе с Карлагаш. Турнир дворовых команд Октябрьского района в рамках Лиги дворового футбола завершился. Награды нашли своих призеров. Теперь лучшие детско-юношеские коллективы будут отстаивать честь своего двора и города на республиканских соревнованиях. Лига дворового футбола уже третий год подряд вызывает огромный интерес у детей и школьников различных возрастов. Десятки команд со всех районов города каждый год соревнуются для выявления лучших. И в этот раз более 75 команд Октябрьского района сражались на футбольном поле школы номер 8. Дворовые клубы, дети собирались в микрорайонах, собирали команды. И вот приняли такое активное участие. Показали великолепное мастерство. Очень много детей, очень много болельщиков, зрителей, поэтому я думаю, что турнир удался. Испанские мастера кожаного мяча провели 10-дневный мастер-класс юным казахстанским футболистам в рамках специального проекта «Летний футбольный лагерь Астана-Барселона», посвященный 15-летию столицы. Чтобы попасть на футбольный ликбез от представителей тренерского штаба «Барселонской контеры», юные футболисты со всего Казахстана проходили жесткий отбор. И только по три представителя от каждой области были делегированы на 10 дней в футбольный лагерь в Астане. От Караганды в столицу поехали три молодых футболиста – Амир, Алишер и Ярослав. «Летний лагерный сбор дал очень опыт для наших талантливых спортсменов-футболистов. Мы поблагодарили организаторов того летнего лагерного сбора. Мимо этого летний лагерный сбор, дети наши отдохнули, четырехразовое питание, двухразовая тренировка. В вечернее время у них прогулки были по Астане в замечательных местах». В субботу состоялся массовый забег, посвященный Дню Астаны. В спортивном мероприятии принимали участие спортсмены со всех регионов области. 15-летие столицы Казахстана отмечают во всех городах по-разному. Карагандинцы отпраздновали этот день большим спортивным праздником. Десятки спортсменов и просто любители спорта приняли участие в праздничной эстафете, которая стартовала от стадиона «Шахчур» и финишировала у музея первого президента в Тимиртау. Всех победителей наградили грамотами и памятными призами. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.